Нет, 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 ещё девяносто восемь раз нет. Нет, мелкий! Нет, я... Сколько бы ты раз сейчас не говорил, что типа якобы да, я тебе ещё раз, уже не знаю, мы с тобой час здесь стоим, я тебе час говорю, нет. Нет, 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 нет. Нет, нет, мелкий, нет, ну хватит башкой махать, другую сторону надо башкой, да, слушай ты, я не буду мэром в этой жизни никогда, это дурдом какой-то происходит, две серии назад, просто как это было. Я стоял дома, ничего не делал, просто кто-то стучится в дверь, я открываю дверь, там стоит бомжара, который кричит то, что он больше не хочет быть мэром, отдает мне ключи от мэрии и говорит, чтобы я был мэром с этого дня. И вот эти самые ключи от мэрии. Да какой смея мэр? Мелкий, у меня дофига других дел, которые мне нужно делать каждый день. Чё ты башкой машешь? Ещё раз помашешь башкой, я тебя в детдом сдам. Сдать в детдом? В детдом сдать. Ты ля какой бесстрашный сразу стал, я поню... Всё, отстань, я никогда в жизни не буду мэром, если хочешь, держи ключи от мэрии и иди и сам становись мэром, а? Я пошутил! Вернись! С тебя там мэр точно фиговый получится. Ключ отдал? Отдал ключ? Ага. А сейчас? Заходи. Давай, давай, давай. Надо бомжару навестить. Ну и вот это Рената Гамбубековича, которого вчера, ну в предыдущей серии мелкий из окна ствакнул. Здравствуйте, Елена Ветрянкина, рассказывайте, как бомжара? Мы тут два дня назад нашли его без сознания вот это на дороге. Он валялся, ничего не делал возле бутылки там, зелёненькой такой бутылки. Я даже побоюсь спросить, что там было внутри. Но ладно, неважно. Как он, Елена? Ну, жить будет. Наверное. Обезнадёживает. Обезнадёживает. Он хотя бы просыпался? Нет. Вообще ни разу. Ну ладно, мы ему тут гостиницы принесли. Вот. Всё, всё, что было, то и принесли. Мелкий, выкладывай давай на бочку, выкладывай. Цветы. Они у нас дома просто в углу стояли. У мелкого оказывается на пыльцу аллергия. Он потом начинает чихать, пердеть, вот это подмышки чесать, плакать. И вот это... Вообще зуд вот очень сильно чешется. Поэтому мы решили вот бомжаре цветочки принести. А ещё у меня дома ненужный миксер был. Вот. Я не знаю, что вы можете сделать с этим миксером вот этого бомжаря. Сделайте ему там коктейль какой-то молочный с помощью миктера. Или взбейте ему там яйца, омлет ему сделайте. Я не знаю. Просто нормальные люди, перед тем, как навестить кого-то в больнице, идут куда-то в магаз. Покупают бананчики, апельсинчики, яблочки. Потом приносят вот эти гостиницы в больницу. А наш недомер бомжара уже полгода не может открыть эту пятёрочку, чтобы мы с мелким туда пошли чем-то закупились. Поэтому держи миксер и держи цветы. Надеюсь, он поправится. А то мэром я точно не буду. Пошли, мелкий. Всё, удачи вам здесь. Давай, давай, выходи. И за Ренатом Гамбубековичем тоже проследите. Ему сломал, наверное, что-то после мелкого. Мелкий просто любит людям жизнь портить и руки ломать. Ладно, пошли домой. Мелкого сегодня к директору вызывают. Но ты не смотри, почему я такой рад. Я рад по другой причине. Мелкого-то может сегодня и школы как бы отчислят. Хоть я сделаю всё, чтобы его отсюда не отчислили. Я рад по другой причине, мелкий. По другой. И это сюрприз для тебя, который пока никто не знает. Хватит с окон! Вы прыгиваете со второй этажа! Иди сюда! Этот сюрприз тебе понравится. Заходи внутрь. Ты посмотри, что я тебе здесь подготовил, мелкий. Мелкий ещё совсем не понимает, что сейчас будет происходить. Но будет происходить много всего интересного. Я говорю, хоть сегодня, наверное, и жопа случится, мелкого выгонят из школы. Но выгонят хотя бы уже после того, как мелкий... Подойди сюда, сюда. Подойди ближе, ближе. Ещё ближе подойди. Я буду мелкого сегодня учить разговаривать. Не подслушивай пипук. А, вот и тот, кто нам был нужен. Мелкий, садись за парту, садись за парту, бери карандаш. Что, реально? Из розового и жёлтого стула ты выбрал розовый. Ну, смотри мне. Бабзин! Бабзин! Ой, здравствуй, внучок. Поздравствуй. Где твои паписяка? А, ты про мелкого, да? Вот он там сидит. Уже готовится к лекции. Уже готовится. Давай, бабу... Ты серьёзно? Ты не против, если с нами ещё Аленка позанимается? Она тоже разговаривать не умеет. Ну, я-то как бы не против, а вот, вот он против. Бабзин, на секундочку, отойдите, пожалуйста, сюда. Душ выключи! Воду тратишь лишний раз за коммунальные услуги, я почу, а не ты. Бабзин? Бабзин? Понимаешь? Тут такое дело. Аленка, короче, они бывшие. Раньше Аленка с ним сосалась, а потом Аленка его предала и ушла к фермерскому пацанёнку и с ним начала вот это динь-динь-дончики. Ну, вообще, щёчки-поцелучики, вот эта вся юношеская любовь, вот эта... Короче, Мелки её сейчас недолюбливает. Она... Да хватит там драться! Ты Аленку даже в дом хотел... Аленка, заходи, заходи, дорогая, заходи. Вот, поэтому... Ну, как бы так... Нет, в дом зайди! В дом! И дверь закрой! Как бы сказать Аленке вежливо, чтобы она отсюда стрыснула, потому что, ну, вряд ли Мелки будет её терпеть на самом деле. У них просто плохие очень воспоминания друг к другу. Ну, если Аленка не сможет заниматься, то и я не могу урок проводить. Ладно. Ну, если чё-то пойдёт не по плану, пеняй на себя, бабзин! Давай, заходи! А ты подслушивал, да? Подслушивал, да? Заходи, заходи, бабзин, заходи. Ага. Так, ну, смотрите. Я вас оставляю в руках бабы Зины, пускай она здесь всё контролирует, пускай она за вас возьмётся, пускай она здесь проводит уроки. Мелкий, туда на стул садись! На стол! Или на стул! Не на моём стуле столе, а туда иди! Ага, я вот здесь усядусь. Слезь в камина! Мелкий, ну не будь тут собакой, ну сядь ты уже нормально, проведу вот это на урок. Всё, бабзин, они в ваших руках. Здравствуйте, дети! Сегодня мы с вами будем учиться писать. Держите двойные листочки и напишите первое, что вам придёт в голову. Так, а вот это уже интересно. Сейчас проверим, умеет ли мелкий что-то годное в этой жизни писать. Я тут постою, если вы не против. Ты пиши, пиши, пиши! На меня внимания не обращай! Ага. Алёнка тоже что-то там строчит. И мелкий какую-то поэму там пишет. Ну слушай, бабзин, если ты научишь эту мелкую пописяку хотя бы нормально писать, то ты реально будешь хорошей учителькой. Подожди, а ты учителькой раньше работала? Да, я 40 лет преподавателем в 69-й школе работала. Доверься мне, внучок. А, ну тогда вопросов нет. Дети, вы написали? Сколько там можно? Вы реально сочинение какое-то пишите. Там пару слов надо было написать. Бабзин, мне кажется, пора. Так, кто первый покажет, что написал? Мелкий, успокойся. Ладно, давай ты, Алёнка. Давай, показывай. Это мне? Да, да, давайте я тогда буду контрольные работы проверять. Так, это у нас я люблю... Подождите, дайте я... Я люблю своих родителей. И сердечко. Ну вот это мило! У меня аж слезы немножко докатились. Хоть Алёнка писать не умеет, но она... Это мило. Надеюсь, что Мелкий сейчас тоже что-то наподобие этого напишет нам. Я люблю своего папу. Он мне никогда подобные слова не говорил. Хоть как бы я его не родной папа, сводный, приёмный, но всё же. Мелкий, давай твоя очередь, порадуй вот этого, сводного папу. Давай. Ага. Ты! Жопа! Ну это на самом деле наверное самые тёплые слова, которые я слышал от тебя в этой жизни. За парту пошёл, сел, обратно. Обратно сел? Бабзин, мне кажется, первый раунд был провальный. Давай ещё второй раунд, давай. Так, дети, давайте ещё раз, только напишите что-то нормальное. Мелкий, на секундочку. Подумай хорошенько, что ты в этот раз напишешь, а то знаешь, на улице уже холодно, там минусовая температура. Будет печально, если ты сегодня будешь там ночевать, а не здесь, да? Ага, поэтому подумай, подумай. Напиши что-то хорошее, мелкий. В окно не надо выпрыгивать. Ну всё, давайте, давайте. Только давайте в этот раз пускай мелкий первый выкинет этот листочек. Давай, мелкий. Надеюсь, ты проблем в жизни себе сейчас не найдёшь лишний раз. У Алёнки большая задница. Да, ёхали бабай, Алёнка, да я-то тут при чём-то? Да это не я сказал, что у тебя большая задница. Это мелкий сказал, что у тебя большая задница. Я-то тут... Это мелкий, это мелкий сказал, это Алёнка, это не... Вот, вот он, это он сказал. Да. Ладно, вы тут разбирайтесь. Бабзин, выйдите на секундочку. На самом деле я вам очень даже благодарен, хоть они как бы сейчас тут и забьют друг друга до синяков. Мелкий, ты телевизор сломал! Ладно. Заслуженные 10 золотых монет. Забирайте. Слушайте, я на самом деле не против, чтобы вы ещё один урок провели. Как вы к этому отнесётесь, да? Вот, если мелкий на первом уроке уже выучил такие слова, как ты и жопа, и потом ещё сказал, что у Алёнки большая задница, 5 слов за один урок? Слушай, да он такой, если даже не научиться разговаривать, хотя бы мне листовки писать будет, там, не знаю, письма отправлять. Бабзин, мне кажется, пора Алёнку забирать, потому что вот это они сейчас друг друга. Алёнка! хватит стёкла ломать, хватит телевизор ломать, вы как маленькие дети, ей-богу, всё, тихо, вы как бы есть маленькие дети, Алёнка, всё, хватит! Не заставляйте меня орать, у меня за стенкой Катя спит в реальной жизни, реально, я записываю ролик в 3 часа ночи, она сейчас проснётся и ремнём мне по лбу надаёт, поэтому, как нормальные дети, станьте напротив друг друга, станьте рядом друг с другом, поговорите, как нормальные живые существа, а не бейте друг друга, нормально, чё там? Не смотрю, не смотрю, не смотрю, выйдите, бабзин, выйдите. Извините, а вы там разговариваете или сосётесь? А всё, всё, не мешаю, не мешаю. Или помешаю? Не обращайте внимания, мелкий, не обращайте внимания. Сосутся, 100%. Да! Ой, как ты любишь людей с окон сталкивать, мелкий! Ну всё, хватит, вы там договорились, не договорились? Всё, давайте, по домам! Алёнка, по домам, нам с мелким ещё надо директор утопать, чтобы он его отчислил. Вот честно, смотрю на вас, дети, не понимаю, вы помирились или у вас что-то больше, чем дружба? Вы помирились? вы очень хорошо помирились? В засос, да, прям помирились, да? Да я реально в засос? Мелкий, ты же, этот фермерский пацанёнок узнает, лещей тебе надаёт. Ты в курсе? Или ты ему надаёшь, да? Ага, посмотрим. Или он тебе вот эту башку твою в унитаз засунет, и потом ещё лещей надаёт. Ладно, разрешите, месье, пройти на улицу. Ну, через балкон тоже можно. Этого маленького мистера прямо сейчас ждёт отчисления из школы, а потом после отчисления напрямую дедом тебе ждёт. Пошли. Письмо для Эдуарда Перца сохранилась в предыдущей серии, где мне напрямую писал директор этой школы Владимир Пердосович. Реально, такая у него фамилия. Он мне написал, чтобы я с мелким пришёл в школу поговорить по поводу отчисления. Я на самом деле не знаю, решил ли он уже 100% отчислить мелкого, или, ну, типа, только вот так ещё, ну, немножко с ним поговорить. Сейчас мы это мелкий с тобой посмотрим. Так, пройдёмте, пройдёмте, заходи, мелкий, и где-то... А, ну вот, кабинет директора. Я бы тебе посоветовал помолиться богу Майнкрафта перед тем, как сюда пойти. Мелкий! Сюда, 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 сюда. Иди сюда. Хватит ныть, баба, заходи. Здравствуйте, пердосов... Владимир Пердосович. Пердос Владимир. Проходите, садитесь. Здравствуйте, м... Мелкий! Иди сюда, иди сюда. В общем, мы получили ваше письмо, почти он всё доставил, всё есть, вот, мы сразу же в ту же секунду, как только вы нам написали, мы сразу же вот сюда к вам прибежали. С завтрашнего дня ваш мелкий будет исключён из школы. Мелкий, иди, собирай вещи, ты завтра в детдом отправляешься. Мелкий не виноват. Вот, 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 это всё, вот этот ваш Ренат Гамбубекович. Собирайте манатки и проваливайте. Честно, вот у меня самый послушный вот ребёнок на этой планете, да он даже муху не обидит, да какую муху, вот, вот каждый день бабушкам помогает на улице вот это через, через пешеходный переход переходить. Вы уверены? На все 90%! что это такое? Читайте. Что плохого сделал мелкий? Сломал Андрюшечке руку, притащил в школу коня, ну да, он на это способен, сорвал урок, столкнул нашего уважаемого учителя из окна. Ну ладно, с этим точно не поспоришь, тогда план Б. Пердос Владимирович, Владимир Пердосович, у меня дома, так, чисто по секрету скажу, у меня дома примерно 8 стаков золотых монет, это наверное где-то ваша годовая зарплата, ну, примерно где-то вот так, что, это не обсуждается, проваливайте. Так подождите, подождите, я с таким небольшим намеком прямо в лоб, у меня дома 8 стаков золотых монет, и представьте, то, что если завтра вам как-то случайным образом достанется один стак из этих 8 стаков, то есть по почте вам его кто-то доставит, я не знаю. Я вызову полицию, если вы мне будете взятки предлагать. Ладно, разговор окончен, полиция нам точно не нужна. Мелкие, пошли. Пердос Владимирович, спасибо, Владимир Пердосович, спасибо. Удачи вам в жизни. Главное, тоже с окна случайно не выпадите, а то можете также случайно руку сломать. Ага, удачи. Про Пердоска ты пипучная. Доигрался? Как мне его уговорить, чтобы он тебя не выгонял из школы? Вот как мне его уговорить, пацаны? Сигарету ему может дать? Хотя вряд ли он курит. Ладно, пошли мелкие, надо что-то придумать. Идея. Слушай, мелкие, а я не пользуюсь тем, что я видеоблогер. Мне кажется, любому заведению, а тем более школе, а тем более в городе ютуберов нужна реклама. А что, если я скажу Пердосу Владимировичу, Владимиру Пердосовичу, что я сделаю рекламу школы в моем новом ролике, где скажу, чтобы родители всех своих детей отправляли именно в эту школу. Прикинь, сколько здесь завтра детей будет бегать. И все будут в плюсе. Школа станет известна, тебя оставят дальше учиться, и ты на самом деле станешь любимчиком у всей школы, тебе будут только пятерки ставить. Ладно, попытка не пытка. Пошли, пошли. Это реально последнее, что я могу предложить этому Пердосу Владимировичу. Владимиру Пердосовичу не могу своими его выучить. Если он откажется от рекламы его школы, тогда мелкие выбора у нас нет. Пердос Владимирович, разрешите, пожалуйста, зайти. Пердос Владимир... Бо, бо, ВАЗАЧИНА! ВА- Да чтё-че-че-че патронов у тебя мало, забирай свою драндулетку вот эту Владимир Придостович, Придост Владимирович с вами, всё нормально МЕЛКИЙ Я его ранил Смотри у него кровяка вот Ооо, Елена Ветрян Мелкий, сгоняй, Келлия Ветранкина, вызови её сюда, быстро, 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 быстро сгоняй! Только не через окно, пожалуйста, мелкий, не надо через окно, м-мел... Субтитры подогнал «Симон»!